Добрый день! С вами снова я, Евгений Бурин. И сегодня переходим непосредственно к баскетболу. Хочу вам представить вид разминочных упражнений, которые нужно непосредственно встраивать в разминку, которые помогут нам снизить риск получения травм. Ценность этих упражнений в том, что они не требуют никакого оборудования, только игрок или команда и баскетбольный мяч. В начале тренировки, как всегда, выполняются определенные разогревающие, подготавливающие упражнения, такие как лэапы, броски мяча и прочее. После чего мы можем переходить смело непосредственно к выполнению нашей программы, нашей специальной, специфичной разминки. Начинаем так же, как и в тренажерном зале, со стабилизацией центральной части тела. Обычная планка на прямых руках. Опять контроль плечо-кисть. И постепенно переходим в более усложняемый вариант этой планки. Убираем одну точку опоры. Относим руку с пола к тазобедренному суставу и возвращаем обратно. Следующее упражнение мы активизируем отводящие мышцы, ягодичные мышцы, приводящие мышцы тела. Здесь мы тоже работаем в боковой планке. Эти оба упражнения выполняются по 10-12 раз на каждую сторону или на каждую руку в предыдущем. В этом упражнении стоит обратить внимание на основные детали. Это удержание мяча прямо перед собой, вертикальное положение ноги и быстрый подъем и плавное опускание тазобедренного сустава вниз. Не допускать разведения рук и ног и, повторюсь, держать мяч прямо над головой. Выполняется по 10 раз на каждую сторону. Упражнение выпрямления ног в положении поднятого таза с зажатым мячом между коленей. Здесь необходим полный контроль над телом, не допускать поворота таза ни вправо, ни влево, полностью упрямлять ногу, носок в конце брать на себя. До полного выпрямления ноги. Полный контроль включаются приводящие мышцы. Это упражнение лучше выполнять по времени. 30 секунд. Дальнейшее развитие планки это перекидка мяча с правой руки на левую. Задачи все те же. Сохранить стабильное положение тела тазобедренного сустава, не открывая его. Перекинуть мяч с правой руки в левую. Тоже выполняется в случае по времени 20-30 секунд. Упражнение три точки. Раньше мы выполняли его в тренажерном зале на нестабильной поверхности. Здесь мы выполняем его просто на паркете. Это те же задачи. Полностью распрямить, включить тазобедренный сустав. Колено не должно вырезать за площадь опоры стопы. По три раза в каждую сторону. Коснуться три точки на каждую ногу. Стабилизация центральной части тела в вертикальном положении. То есть, мы встали и переносим с пола, поднимаемся на вертикаль. Самое главное здесь делать поворот рук с мячом вправо или влево. Быстро вернуть исходное положение перед собой, не отводя таз, не в один из моментов. Таз полностью фиксирован. Докуда нам позволяет наша гибкость и подвижность, отводим руки, возвращаем резко в исходное положение. По десять раз в каждую сторону. Подъем мяча в выпаде под 45 градусов. Здесь нужно поднять мяч, высоко вытянуть его в противоположную сторону переди стоящей ноги и зафиксировать на 3-4 секунды. Мы включаем мышцы от забедренного сустава в работу, передняя поверхность бедра. Стабилизируем через динамику центральную часть тела. Не забываем об эксцентрической работе мышц, особенно ног, потому что мы начинаем бегать, нужно подготовить их. Мышцы, как известно, не рвутся при сокращении. Мышечные травмы достигаются в 95 случаев из 100 при растяжении. Эксцентрическая работа мышц позволяет нам предотвратить это. Разгибание ноги под нагрузкой. То же самое стоим, разгибаем переди стоящую ногу 10 раз на каждую ногу. Добиться полностью выпрямления. Два варианта. Один с мячом, это более такой лайт вариант, и более жесткий вариант, когда руки на полу. Другое упражнение, позволяющее решить нам те же задачи, что и предыдущее. Эксцентрическая работа задней поверхности бедра. В наклоне, в приседе взяться за носки стоп и выпрямить ноги, не отпуская руки от голеностопов. Выполнить 10-12 раз. Добиться полного выпрямления. В этой части мы переходим к динамическому равновесию, динамической стабильности, которая очень важна в движении. Которое, если мы ее теряем, это один из огромных факторов риска получения травм. Мы должны добиться этого в разминке, чтобы в дальнейшем этого не случилось в тренировке или в игре. Есть два варианта выполнения этого упражнения. Первый – это без прыжка. И второй вариант с прыжком. По 10-12 раз на каждую ногу. Здесь мы видим два варианта упражнения на активацию мышц всего кора, взаимодействие ног, таза, кора, плеч, рук. Удержание равновесия на противодействие партнера. То есть партнер мышценно выводит тебя из равновесия, ты должен в него вернуться или не дать ему возможность, чтобы он тебя вывел из равновесия. Выполняется по 15-20 секунд на каждое положение. То есть одна нога впереди, 20 секунд, другая нога меняется. Это упражнение имеет два варианта выполнения. Один вариант – руки над головой, прямые вытянутые. И второй вариант – прямые руки перед собой. Динамическая стабильность. Очень важная часть профилактики травматизма. Здесь мы делаем смену ног в прыжке из положения разножка с переносом мяча вправо и влево. Выполняется по 10 прыжков сменной ног. Максимально активный прыжок, максимально риск движения руками. Это упражнение – это дальнейшее развитие предыдущего. Оно очень похоже, но выполняется удар по мячу. Должен быть очень сильным и нужно поймать мяч не выше уровня пояса. Чем ниже мы поймаем мяч и зафиксируем наше тело, тем лучше. Так же по 10-12 прыжков. В этом упражнении мы сочетаем баланс, прыжок и эксцентрическую силу работы мышц ног при прыжке назад. Очень важно добиться приземления с одного раза, не допустить подпрыжки на месте, сделать хорошую ласточку, выпрямиться и вернуться за счет мощного толчка ноги в исходное положение. Делается по 6-8 раз на каждую ногу. Упражнение на быстротную реакцию, на включение всего тела в работу более активное, уже непосредственно мы приближаемся непосредственно к тренировке. Игроки выполняют прыжки по команде, мяч над головой. По команде тренера делают очень короткий, очень быстрый шаг вперед, шаг в сторону. Это по выбору тренера. Дальнейшем делаются два шага. Делается задача здесь не уйти с опорной ноги, с толчковой, и поставить перед стоящей ногу вперед. То есть вы должны поймать свой баланс между двух ног. Выполняется по 5-6 раз каждого шага. По одному шагу вправо, один шаг вправо, один шаг влево. Так 5-6 раз. И потом по два шага. Правый-левый, правый-левый. Это упражнение выполняется по команде тренера. Команда может быть разным. Звуковая, визуальная, бросок мяча в пол. Это по выбору. Чтобы заострить внимание и заострить концентрацию игроков. Эти три упражнения позволяют нам включиться в единоборство с партнером. То есть все наше тело начинает взаимодействовать. Все время воздействует на соперника. Задача вывести его из равновесия, не отрывая наши опорные ноги от пола, не двигаясь ей. Можно устраивать как соревнование. 20-30 секунд, потом меняем положение рук-ног. Проигравшим считается тот, кто оторвал ногу, опорную ногу от пола. В этом упражнении очень важно немножко изменить угол атаки. Сделать его более острым. То есть чтобы более как в стартовой позиции спринтера, выбегания. Задача во время одновременной смены ног как можно ближе продвинуться к партнеру. То есть вывести его из равновесия. Такое противоборство на ходах. То есть все тело включено в работу, мышцы работают. Ну, противодействие. Делается, выполняется смена по команде. Можно делать по времени. 20-30 секунд. Можно делать там по 10 раз менять руки-ноги. После этого можно переходить смело к беговым упражнениям и продолжать баскетбольную тренировку. Мы провели эти разминочные упражнения. Вы можете устраивать программу самостоятельно, выбирая из них 7-8 упражнений для каждой тренировки. Таким образом вы сможете разнообразить ваш тренировочный процесс и добиться положительного тренировочного эффекта. То есть снизить травмы у ваших игроков. Удачи! Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»